Это софт-фильтр, который придает кадру атмосферы. А это фотошоп, который ты скачал с торрентов, который может реализовать эффект от софт-фильтра бесплатно. Ну да, ну да, пошел я нахер. А я Максим Густарев, который вернулся на YouTube, надеюсь, не ради одного ролика. Зачем нам вообще софт-эффект? Теоретически, софт добавляет любому яркому объекту небольшой ореол свечения. Запомните, что самым сильным магнитом внимания является контраст. Чем выше контраст объекта, тем более вероятно, что зритель на него будет смотреть. Именно поэтому мы все так любим вот такую кривую. Ведь именно она снижает контраст теней и повышает контраст цветов, в которых, как правило, и находятся наши модели. Пользуясь этим, мы перераспределяем фокус внимания зрителя с заднего плана на портретируемого. Но что, если фон ультраконтрастный по факту? Именно для этого нам и нужно усовтление. Идем в фотошоп. Этот кадр я сделал на Viltrox 35mm f1.8. Обзор уже на канале. Который имеет достаточно высокий родной контраст. Это проявляется в тенях. Каждый яркий объект не отбрасывает ореолы. И тени остаются глубокими темными. Кстати, по такому способу вы можете судить вообще о качестве линзы. Если, к примеру, у вас какой-то яркий объект, к примеру, плечо модели, начинает отбрасывать на темный фон белый ореол, значит, у вас, ну, линза херня. И это будет означать, что, скорее всего, софтфильтр уже автоматически встроен производителем в ваш объектив. Практически все современные стекла имеют достаточно высокий контраст, что, в свою очередь, может стать причиной переконтрастов на заднем плане ваших фотографий. И чтобы от этого избавиться, чтобы это смягчить, мы как раз и пользуемся с вами софтфильтрами. Ну, а если софтфильтра у вас под рукой нет, то выход Photoshop и Motion Blur. Я тут быстренько накидал уже контраст и цвет на обработку. Осталось добавить софтэффект. Создаем копию всех слоев. Ctrl-A, Shift-Ctrl-C, Shift-Ctrl-V. У вас появляется новый слой. Далее мы идем в фильтры, Blur, Motion Blur. И просто спокойненько в любом из направлений размазываем нашу картинку. Вы получаете направленные линии смаза. Их нужно еще дополнительно прогнать через Blur, Gershyn Blur. Таким образом, чтобы эти линии стали менее заметны. Проценты вы должны выбирать, опять же, руководствуясь размером своего файла. Далее мы накладываем этот слой в режиме наложения Screen, экран. Создаем корректирующую кривую. Опускаем экспозицию этого слоя до адекватных значений, чтобы ваша картинка была приблизительно прежней экспозиции. С Shift-ом клацаем на предыдущий слой. Группируем два эти слоя нажатием Command-G. Называем софт. Создаем маску, нажимая на японский флаг. Инвертируем ее. И спокойно, простой кисточкой Brush Tool среднего размера и небольшой прозрачности белым цветом мы начинаем аккуратненько прокрашивать переконтрастные области. Вуаля! Вот такая маска у нас получилась. Если посмотреть на до-после, на до-после, то картинка на фоне становится намного мягче. Контраст на заднем плане у нас уменьшается, картинка становится более такой засовтленный. И весь акцент внимания начинает перебегать на нашу модель. Че-Те-Де. Но задроты скажут, это не реализация софт-эффекта, что ты нам париваешь и будут правы. Я вам показал рабочий способ смягчения фона, которым пользуюсь я в большинстве случаев, потому что он реально крутой, работает пушка. Но есть и второй способ реализации софт-эффекта. Прям такой, какой вы получите от реального фильтра. Создадим копию всех слоев сверху. И пойдем мы в фильтры Blur, Lens Blur. И тут вопрос, почему мы размываем картинку с помощью Lens Blur, а не с помощью Gaussian Blur. Дело в том, что когда вы размываете картинку через Gaussian Blur, у вас тени начинают преобладать над цветами. И градиент, граница между тенью и светом, она сохраняет свою нейтральность. А нам нужно, чтобы световая граница, свет, он распространялся более сильно. И как раз с помощью Lens Blur, а когда вы выставляете в Specular Highlights Brightness на 100%, а Threes Hold на 0%, тогда граница света начинает выходить за пределы физического объекта. И появляется такая небольшая аура типа Ореол. Я сейчас это почистю, уберу. Конечно, радиус нужно еще поставить 100%. Shape лично я использую. Gexagon вы можете что-нибудь другое поставить. Blade Curator тоже ставите на 30%. И не паритесь. Rotation у меня стоит на 0%. Далее нажимаем на ОК. Если вам недостаточно степени размытия, вы можете повторить этот эффект еще раз, пойдя в фильтры и выбрав первую вкладочку «Повтор эффекта». Далее вы накладываете этот слой, опять же, в режиме наложения «Скрин», создаете корректирующий слой кривую, затемняете картинку, все по накатанной. Группируете эти два слоя, создаете маску, ее инвертируете. Обязательно прозрачный слой нужно, конечно же, уменьшить, процентов 30. И все. До, после, до, после. Ваш софт-эффект готов. Теперь каждый светлый участок, на вашей фотографии, к примеру, вот это ее плечо, яркое, светлое, оно начинает отбрасывать небольшой светлый орел, который начинает заползать на тени и тем самым смягчать их до, после, до, после. Преимущество этого способа в том, что вы можете, в принципе, запилить это все в экшен и не париться. Но, чтобы вы не мучились, экшен я уже запилил за вас, поэтому скачивайте его по ссылке в описании. Крутота, опять же, в том, что применив этот экшен, вы смягчаете в том числе и контрасты на лице. Все супер черные участки, они становятся чуть-чуть более светлыми, чуть-чуть более мягкими, модель становится как бы чуть более отретушированной. Смягчили контрасты, свозили модель на спа-процедуры и все окей. До, после, до, после. Давайте теперь посмотрим на Оксане. Дублируем слой, идем в фильтры, Blur, Lens Blur и просто клацаем Окей, потому что все параметры уже стоят с предыдущего фильтра. Окей, далее нажимаем Screen, затемняем картинку через кривую. Вот как-то так. Группируем эти два слоя, уменьшаем прозрачность процентов до 20, до, после, до, после. Пучка. Ну и еще один примерчик кадр, быстренько накидал обработки, чистый контраст и цвет, а теперь нам нужен софт-эффект. На этот раз будем пользоваться экшеном. Клацаем на софт-фильтр, шпык, и все готово. До, после, до, после. Как видите, у нас каждый светящийся объект начинают отбрасывать небольшой ореол, чего нам и требовалось. Тени смягчились, картинка стала помягче, прям муа. Вы можете чередовать два этих способа, ну, либо там набомбить их оба вместе и идти снимать свадьбы. Не надо так. Поставь лайк этому видео, подпишись на канал, мне будет очень приятно. А также заходи в телеграм-канал, там я частенько мелькаю. PSD-файлами, равками, всякими там полюшками, вдохновением, сиськи там тоже есть. Заглядывай.